Обычные туфли у нас не подходят для пол-экзотик. Если честно, когда их обуваешь, они как тапочки. Чаще всего выбирают между босоножками и ботинками. Вы можете смело брать сразу тройку, сразу начинать на них. Всем привет, добро пожаловать на канал Студии танцев на пилоне Let's Fly. И сегодня мы будем говорить про обувь для пол-экзотик. Вот такой комментарий вы оставили у нас под одним из видео. Очень часто задают вопросы все новички, которые собираются заниматься пол-экзотик. Либо уже пришли на пробное занятие и теперь задумываются, какие же стрипы выбрать. И сегодня мы будем говорить о том, что мы будем выбирать. Какая разница между босоножками, ботинками, сапогами. И почему нельзя заниматься пол-экзотик в обычных туфлях. Давайте начнем сначала. Обычные туфли у нас не подходят для пол-экзотик. Вы, конечно, можете в них прийти на занятия, но, во-первых, они очень быстро убьются. Скорее всего, сразу после первого занятия они пойдут на мусорку. Второе. Там не совсем правильный подъем. Несмотря на то, что туфель здесь достаточно высокий, подъем здесь составляет около 7 сантиметров. То есть это правильный анатомический подъем. Туфли, которые вы берете из дома, там не всегда соответствуют. Естественно, они не предназначены для танцев. Они предназначены для красивой фотосессии, либо красивого похода в кино. Поэтому давайте их оставим специально для этих мероприятий. Также не всегда есть правильный скос. А это очень важный момент в танцах на каблуках. Что же лучше выбрать новичку? Чаще всего выбирают между босоножками и ботинками. Давайте разбираться, что из этого лучше выбрать. Для новичка, сразу скажу, лучше всего будут, конечно, ботинки. Почему? Потому что они у нас фиксируют голеностоп и меньшей вероятности подвернуть ногу. И опять же, если вы танцуете танцы и вам нужно в процессе подворачивать стопу, тогда ботинки вам уже не подойдут. И лучше тогда выбрать босоножки. И, скорее всего, на этом можно и было бы закончить это видео. Но давайте еще подробнее разбираться. Есть еще такая штука, которая называется «цена на эту обувь». Это все-таки не дешевое удовольствие. И ботинки, сапоги, босоножки – все это стоит денег. Самый выгодный вариант, конечно же, это босоножки. И если у вас хватает денег только на них, то лучше все-таки взять босоножки, нежели танцевать в носках или в каких-то домашних тапочках или туплях для походов в кинотеатр или в ресторан. Есть еще одно преимущество в танцах именно в босоножках. Вы сможете закачать голеностоп. Потому что подвернув ногу 4 раза, вам больше не захочется этого делать и придется все-таки его закачивать. Лично я выбираю для себя как тренировочную обувь, конкретно босоножки. Мне в них достаточно удобно. Они никак не влияют на возможности суставов моей ноги. И я могу прокручивать ноги в разных плоскостях, разных ракурсах и проворачивать. И это мне кажется гораздо удобнее, нежели все остальные варианты. Ну и как бы было бы совсем неправильно не рассказать вам про еще вот такую вот обувь. Например, сапоги или любые другие варианты обуви, которые не стандарт. Они, конечно, смотрятся красиво. Но здесь, вы же понимаете, чем выше у нас фиксируется нога, тем хуже у нас суставы ноги проворачиваются. И в сапогах фиксируется у нас коленный сустав. А это сразу уже есть некоторые проблемы с выполнением петель, которые выполняются за счет коленок и так далее. А теперь давайте поговорим о высоте. Какого размера выбрать обувь? То есть у нас есть тройки, четверки. Здесь нет четверок, в основном у нас здесь тройки. Тройки, четверки, двойки, единицы. И даже нулевка есть. Так вот, нулевку мы не берем для танцев пол-экзотик. Потому что это обувь для фитнес-бикини. Давайте оставим их им. У нас в зале такой обуви, в принципе, нет. Единица. Это будет где-то вот такая вот высота. Давайте на каких-то непрозрачных покажу. Вот где-то вот так вот. И такую обувь для пол-экзотик обычно тоже не используют. Эту обувь используют для танцев стрип-пластики. Она достаточно удобная, но нам можно взять и повыше, потому что мы же держимся за палку, падать нам можно и высоко. Двойка. И сейчас я вам покажу. У нас из двоек представлены только мои первые стрипы. Им уже больше 10 лет. Нет, не больше. Да, больше, да. Это из далекого 2012 года. Я их покупала тогда. И как видите, я в них отпахала, реально отпахала. И они еще живы, в них еще можно танцевать. И если бы я не решила поменять им цвет баллончиком из краски, то, может быть, они даже бы выглядели еще ничего. Это двойка. И сейчас я на них, естественно, не танцую. Иногда только пробую прыжковые, когда мне страшно и хочется чуть-чуть пониже. Если честно, когда их обуваешь, они как тапочки по сравнению с тройками. Но для тех, кто только начинает и хотите сразу что-то повыше, не бойтесь. Не нужно начинать сразу там. Это у нас не уровни градации танцоров пол-экзотик, когда вы начинаете там с нуля, потом единичка, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка и ходули. Вот. Вы можете смело брать сразу тройку, сразу начинать на них. Это считается самая универсальная высота на данный момент для экзота. Можно также взять четверку, но вы должны понимать, что чем выше высота подъема, тем тяжелее вам будет выполнять прыжковые элементы в экзоте. А они там также присутствуют. Есть еще, конечно же, варианты рассмотреть с закрытым носком обувь и обувь с открытым носком. Вот, я сейчас чуть-чуть посниму защиту. Вот, с открытым носком обувь. Это ваши личные предпочтения. Я бы, конечно, выбирала с открытым носком для того, чтобы просто было не жарко во время танцев, потому что во время танцев мы активно потеем и очень много занимаемся, и реально жарко. Чтобы нога не запрела, все-таки лучше с открытым носком. Но это лично для меня. Есть девчонки, которые жалуются на то, что пальчики выпадают, и тогда пальцы бьются об пол в момент прокрутов разных. Тогда лучше, если вы знаете, что ваша проблема в этом, лучше все-таки взять с закрытым носком. Опять же, это все только ваши предпочтения. А если вам интересны такие видео и такого плана обзоры, или вы нашли свои туфли среди вот этой кучи, а я их долганула у всего зала, тогда поставьте обязательно лайк этому видео, подпишитесь на канал. И если вы уже определились, какие туфли выбрать, а может быть уже даже заказали, или у вас уже есть и даже не одна пара, я приглашаю вас к нам на онлайн-обучение в онлайн-школу, где вы сможете прокачать свои скиллы в танцах пол-экзотик. Там представлены офигенные связки. Три связки разного уровня. Одна связка для продвинутых, которая реально такая хардовая. Вторая связка такая немножечко попроще. И третья связка совсем лайтовая для начинашек, которая будет доступна. Ссылочка на телеграм-канал, где все анонсы о запуск онлайн-школы у нас каждый месяц будет в описании. Переходите. Там, помимо этого, очень много интересных розыгрышей, подарков, призов и так далее. Поэтому не ленитесь, подписывайтесь на наш телеграм, на наш канал. И увидимся с вами в следующих роликах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok